Приветствую вас. Как обычно это бывает? Это бывает обычно таким образом, что человек по той или иной причине боится сталкиваться с болью. То есть именно с болью люди не умеют, вот вы удивитесь, наверное, а может быть и нет, люди не умеют обращаться с болью, люди не умеют с ней как-то вот взаимодействовать вообще. По сути дела. Боль многих людей пугает, как мне думается, как мне кажется. Пугает боль и вау, собственно. Отсюда ваше тотальное, на мой взгляд, желание всё контролировать. Если бы вы не боялись боли, то и контролировать вам скорее всего не надо было бы ничего. А так вы боитесь боли, боитесь чувств, болезненных ощущений и соответственно, конечно же, пытаетесь от всего этого убежать. От всего этого не получается, потому что это естественная позиция для человека, естественно, так сказать, среда, естественная среда для человека. Соответственно, в этом направлении, на мой взгляд, вам нужно в первую очередь двигаться. То есть, ну, мне кажется, что именно в этом направлении. То есть, направлении того, чтобы признать себя, признать, ну, может быть, свою уязвимость. Вот. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Особенно, если вы, например, требуете от себя быть идеальной. Вот. Особенно, если вы боитесь или не умеете обращаться со своими чувствами, в том числе, с чувствами слабости, и так далее. То есть, по факту, вы недоверяете себе. Вот. И это недоверие себе у вас вливается в социальный контроль. На словах это звучит, может быть, и довольно просто. Ну, вот, на практике, когда начинаешь, например, непосредственно с этим взаимодействовать, то есть, появляется множество механизмов сопротивления, потому что это вы только говорите о том, что, как вам исправить вашу жизнь. Это вы только говорите об этом, об исправлении, да, об исправлении. Но, по факту, меняться вы, если хотите, то весьма, скорее всего, неохотно. Вот. И так, чтобы и контролировать, продолжать и всё. Вот. Когда вы спрашиваете, как исправить свою жизнь, это означает, что вы, по вашему мнению, живёте неправильно. Это ловушка, потому что правильной или неправильной жизни нет, её не существует. Но, что-то даже из того, что вас напрягают сейчас. Может быть, вам на пользу. Вот. Поэтому это нужно иметь в виду и не отмахиваться по возможности от того, что у вас есть. То есть, например, контроль, который у вас имеется, вполне вероятно, можно использовать для достижения чего-то в жизни вашей. Да. Вот. Контроль, который у вас есть, можно использовать для... ну. И это очень важный, очень важный момент на мой взгляд. Вот. Такой ответ я мог бы вам сказать. Такой ответ я мог бы вам дать. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Надеюсь, что вам это... было болитно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Да. Да. Да, даст вам возможность начать работу над собой. И желаю вам всего самого доброго, удачи и более, если угодно, гуманного отношения к себе.